У эфира программа «Навин Регионов» студия Алена Мелещанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Витаю вас сегодня в выпуске. День медицинских работников – это свято всех, кто так или иначе сутыкается с медициной. Например, биологов, лаборантов, которые проводят тести, а так же инженеров, которые работают новое медицинское обсталявание, санитарных служб. Отримают в веншивании выкладчики, студенты, интерны, а так же выпускники профильных научных установ. 140 медиков Могилёшины успеют на узнагороды. Я считаю, что врачом-педиатром, чтобы быть, надо изначально призвание, чтобы было. Нельзя быть случайным человеком в педиатрии. И когда ты работаешь в педиатрии со временем, ты всё больше понимаешь тех же деток, которые не умеют говорить, но они своими поступками, выражениями, взглядом помогают тебе определить, что его беспокоит. На сегодняшний день на базе нашей больницы мы проводим уже курсы для курсанта. Курсанты у нас вместе с Гомельским медицинским университетом. Уже двое курсов провели. Приезжают хирурги с Гомельской области, с районных больниц, учатся у нас, и все очень довольны. Это тоже говорит о том, что есть куда приехать, и они очень отделены уровнем, который у нас, именно лапароскопической хирургии. Очень благодарна своему коллективу. Люблю его, уважаю своих девочек, всех мальчиков, которые у меня работают. Поэтому всем благ. Благо и мира, и любви, и здоровья в День медиков. Самая головная миссия медиков стала больше прикметной подчас пандемии коронавируса. Миновата тогда многие оценили людей в белых халатах, которые часом робили немогчимое для ротования жития и здоровья пациентов. На местных старшине Балвыконкама Валерий Малашко зачитал присутным веншавальный лист от керувника в области Анатолия Исашенко. Губернатор отзнашил роль медиков у житии Могилюшины. У свою шаргу держава имкнется поднимать сферу аховы здоровья. Шмат грошей укладается у новой будовли, у рамонты и перообсталявания. Усё деля комфорту самих медиков и деля повышение якостей медицинских послуг. 14 додатковых техников вела белорусская чагунка для гостей свят Александрей Сяброу на 8 и 9 липеня. График руху складен из уликом проведения концертной программы «Святок у Палле». Так, 8 липеня у додаток датя перашних раскладу празначенные техники региональных линий эконом-класса по маршруте Могилёв, Копысь-Могилёв и Орша-Копысь-Орша. 9 липеня по маршруте Копысь-Могилёв и Копысь-Орша. А кроме того, 8 липеня техники межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк-Могилёв и Могилёв-Полоцк будут спыняться и на станции Копысь. С уликом деючего графика руху 8 и 9 липеня на станции Копысь будут спыняться 28 техников региональных и межрегиональных линий. И они приедут с Могилёва, Оршы, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. А кроме того, пассажиры отрымают буклеты с программой мероприемства и раскладом техников на Дни Свята. Реализация масштабного инвест-проекта у Бобруйским районе вышла на финишную промую. Тут узводить один из самых буйных у Беларуси заводов по перпрацовце промыслового и бытового смеття. Гэты инвестиционный проект у Бобруйским районе оценивают у 70 миллионов рублей. И от его чакают отчувального экологичного и экономичного эффекта. На гэты сметце перпрацовцы завод промысловые и бытовые отходы будут доставлять из 5 ближайших районов. У тымлику Осиповицкага, Кировскага и Кличоцкага. Завод строится под сортировку и переработку порядка 100 тысяч тонн в год. Планируется не только сортировка, но и переработка отходов, таких как полиэтилен с выпуском гранул для дальнейшей реализации производителей, которые работают уже с полиэтиленом. Переработки пластиковой бутылки и получение флекса. Также реализация организаций, которые работают уже с данным сырьем на переработку. Переработка строительных отходов. Например, будовничные отходы будут перепрацовывать в щабенку разной фракции. С дровнины тут плануют отримливать палевную дранку, а с органичных отходов – разные виды грунта. Как означают специалисты, система по особенного сбору другостных материальных ресурсов у Беларуси давно працует. И такие предприемства гармонично поширают взаимодействие экономики и экологии. Это позволит вовлечь вторичное сырье в хозяйственный оборот повторно. То есть это станет базой сырьевой для какого-то производства. А во-вторых, это существенно снизит антропогенную нагрузку и вредное влияние отходов непосредственно на компоненты окружающей среды. Проект даст свыше 160 новых проценных мест для Жахаро-Бобруйска и ближайших вёсок. Плануется, что в осень завод пошли порцевать. О планах в области побудовать такие предприемства у Могилёвским и Крышевским районах. Незвычайно великий на толп абитуриентов отзначают у колледжи. Гэтыми днями стартовала подача документов на профессийно-техничное научание. Так, у Могилёвским державным колледжи будовництвами Астара Войтова до набору належит амаль 200 человек. А потребу у специалистов на умовах метовой подрыхтовки тут амаль закрыли у первые дни. Так, массово стартовала уступная кампания у кузни будовницких кадров. Юнаки и девчаты, які скончили 9 классов, пришли подавать документы, отрапили на мастер-классы одновученцев и мастер-колледжа. Абитуриенты смогли поспробовать заробить свою першую кладку, идти отынковать поверхню. И ещё шмат специальностей побачить на справе. Я вообще сюда хотел поступить сразу, потому что я люблю дерево, люблю из него вырезать, всякие поделки делать. Ребёнок определился изначально. Он любит дерево, он любит вырезать, он любит своими руками делать, в принципе, всё. Как бы ему это очень нравится. Ну, красоту делать из дерева, я считаю, это престижно. Ну, вот мы определились, уже больше не думая. Документы подали, всё, теперь будем надеяться, что вот отучится, и всё будет хорошим. По первый день присутствовали и замолцы кадров Могилёвский ДСК и Будовничный Трест номер 12. Яны рассказали про перспективы работы у сферы будовництва. Некоторые молодые люди одразу заключили метовые договоры. Именно те ребята, которые идут в строительство, я вам скажу так, что они понимают свою цель. И они идут конкретно чему-то научиться, идут за хорошей зарплатой, идут за хорошие стабильные работы, за всеми условиями, и именно поэтому они идут в ДСК. На данный момент уже процентов 80 мы свою заявку закрыли, и я думаю, в ближайшие дни мы закроем на 100%. Сегодняшняя молодёжь, она уже подготовлена. Она с первого курса идёт на стажировку, на практику, на предприятии. Предприятия их держат с собой и ведут их до третьего курса, потом забирают их как специалистов, а дальше уже задача профсоюза – создать все условия, благоприятные условия для молодых работников. Будовничные кадры на рынку працы теперь вельми запотребованные, и установы адукации оперативно реагуют на кадровый запыт предприемствов. Всё ли это у колледжи открытый набор на новую специальность? В этом году впервые будет производиться набор по профессии каменщик, электросварщик ручной сварки, монтажник строительных конструкций. Из этих трёх профессий квалификация монтажник строительных конструкций в этом году вводится впервые. Это связано с тем, что Могилёвский домостроительный комбинат нуждается в рабочих данной специальности. Вся род абитуриента упакуль лидирует специальность «Муллер-электрогазозварщик». Калет топ специальностей может поменяться. Приём документов будет должиться о маль всё лето до 23-го жнивня. Час вызначится с профессией. Есть. Кристина Кранкевич, Дианис Жавина, Новинрегиона. Пианина Беларуси у подарунок отримала Мстиславская детячая школа мастатства имя Миколая Чуркина. Унёсок у развития юных талентов Мстиславшины зарабили супрацовники Следующего комитета Беларуси. Сертификат на набытьём музычного инструмента передал его старшиня Дмитрий Гара. Новая пианино с устрокаю музыкой из пьесы Гладковского «Маленькая танцовщица». Я выбрала её, потому что она такая тихая, спокойная, по звуку милая. Ульяна у классе фортепиано займается 4 годы и показывая неблагие выники. До речи, мать Ульяны працуя старшим следшим Мстиславского районного отдела Следующего комитета. Этот подарок, он важен как для нас, тех, кто дарил, потому что я честно скажу, просто радуюсь, у меня на душе искренняя радость. С другой стороны, это очень полезный инструмент для того, чтобы развивать молодые таланты, чтобы была материальная база для того, чтобы растить достойную молодёжь в нашей стране. Своёй доброчинной справой Следующий комитет Беларуси подтримал пропанову Министерства культуры. Дякуючи акции, всё это три профильные установы Могилёвшины отримают пианино Беларусь. Мы очень хотим, чтобы эта акция жила, чтобы она продолжалась, она будет ежегодно проводиться. Я думаю, что заинтересованных становится всё больше и больше. И, конечно же, мы хотим, чтобы о наших детях, о наших талантах знали везде и повсеместно. Сегодня у нас очень много ребят стоит в банке данных талантливой молодёжи. Это практически более 600 человек, более 259 творческих коллективов. Это те ребята, которые действительно своим профессионализмом доказали, что они могут представить Республику Беларусь на достойном уровне. Мстиславская детяшая школа мастерства имя Миколая. Чуркина из Снуе с 1956 года. Зараз тут займается каля 400 детей по шести на керунках. Как давно ты занимаешься музыкой? Ну, я занимаюсь пять лет со второго класса. Я хожу сюда с радостью, потому что тут меня обучают учителя, которые в будущем я благодаря ним смогу поступить на преподавателя. Не так давно у школы изъявилися новые цимбалы. Их набыли за сродки районного бюджета. И вось гэта пара идеально дополняя один одного. Сергей Пеклин, Леонид Секорин. Новины региона. Свято в стиле Славянского базару. Так музычно открыли обновленный двор микрозоны на улице Кривулина. Дворовая территория домов 8 и 10 стала пляцовкой для соправданного фестиваля детячей творчести. Как чудесно нам живется. В иннеком праце задоволены дорослые, вельми рады и дети. Удяшно за обновленный дворик выказывают маленькие артисты. Головные озорки святого двора в Ихоланце шести детяшек садков микрорайона. Очень рады, что для наших детей создаются все условия для их развития. В детском саду летом мы тоже с ребятами отдыхаем, проводим различные мероприятия, соревнования. Занимаемся, играем, веселимся. Ну, мы счастливы побывать сегодня на этом празднике. Спасибо огромное. Вот бываешь такое. Идешь до дому, а у твоим дворы разгорнулись саправдное свято. И это не сон, а реальность. Прямо до тебя у гостей приехали артисты. А когда дома разгорнулись саправдный кермаш с гульными майстер-классами и танцами. Для открытия новых дворов в Ленинском районе Могилева администрация выбирая особливую тематику. Наприклад, на улице Гришина главным героем стал вот этот бусел. На Кривулі нам у центра уваги маленькие таленты. На Шарзе – новый двор. Там свято пройдя у спортивном стиле. Его присвятят другим гульням краины СНД. Ну, а что далее? Мы будем продолжать, концептуально будем удивлять. И каждый двор будет радовать своим открытием. Каждого двора, естественно, будет сопровождаться праздником двора. И концептуально будем придумывать новые фишечки. Ну, а что будет дальше, посмотрим, увидите. Мы вас удивим. Нагадаем новые пляцовки – это подарунок могилевчанам до дня города. Три дворы с детшим гульнявым и спортивным обстановлением уже обновили. Зараз чекаем нового яркого свято двора. Ксения Мартусевич, Денис Жавина, Новины региона. Ближайшие выходные у Могилевской области будут традиционно цікавыми и активными. Например, в Кировском районе пройдет Сенафест. А Агрогорадок Усход соустрения гостей фестивалем Гарбата по Свояковску. Областным центром так же будет мать интересных мероприятий. Например, музей Белинецкого Берулли пропонует сразу несколько импрезов. Выставы декоративно-прикладного мастерства «Декарт-2022» демонстрируя новые подоходы для декоративно-прикладного мастерства. 17 червня в 17.00 в музее Белинецкого Берулли пройдет мастер-класс по народных танцах. В охотном мастер-класс «Вольный». В этот день областный мастерский музей имя Павла Масленникова запрашивает детей и их батьков на интерактивный заняток в гостях у мастерства. Наведовленника учекая гульня, знайди картину, загадки, крыжеванки, а так само знайомство с материалами и инструментами мастерства. Начнется заняток в 13.00. На вечер органной музыки запрашивают в неделю 18.00 в Костел в Небоузяте, Девы Марии, Святого Станислава в Могилеве. Творы Баха, Моцарта, Мендельсона будет выконовать «Москвичка». Органистка Анастасия Быкова и вокалистка Светлана Белякова. Концерт отбудется в 16.01. И про надворы. У субботу синоптики обвешают оранжевую зровень небеспеки за спякоты. Чекается до плюс 31 градуса в день. Будет солнечно и слабый пауднево-усходний ветер. Актуальная новина в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь Чатыры Могилев». Долучайтесь. А так само глядите нас в социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь. Беражите себе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин